а теперь попробую локоточки немножко назад отвести вот так чтобы растяжение было сильнее вопрос отношений мы должны выстроить отношения отношения не только в зале понимаешь зал качалка это это верхушка айсберга что у нас фундамент какой еще еще чемпион давай еще я уверяю если мы с тобой дышим в одну сторону мы друг друга будем дополнять между друг другом тренировки держи напряжение держи 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 от плечей вот хорош и до конца руки не дожимаем выворачивать еще приход тогда мы брать друзья привет с вами станислав линдовер и вы на моем youtube канале и сегодня я в легендарном зале но наверное зал это одна составляющая сегодняшнего на видео а вторая это гость которому я приехал этот зал мы находимся в топ джиме сколько лет сами этому залу не помнишь больше 20 больше 20 и сегодня возможно вы уже заметили огромного мужчину слева от меня александр федоров ребят я не буду перечислять титул регалий потому что для любого человека который в руках держал журналы по бодибилдингу может быть случайно был на каких-то соревнованиях особенно это касается начала двух в 2003 году ты стоял на одной сцене в петербурге смол мы в москве да 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 и поэтому не буду перечислять звание регалий просто скажу александр федоров сегодня я у него в гостях сар здравствуй здорово стас друзья привет я надеюсь сегодня будет интересное видео о чем сегодня я несколько некоторую предысторию скажу мой первый тренер который меня в общем был проводником в мир бодибилдинга это было уже достаточно по сегодняшней меркам уже давно но это было в зрелом возрасте то есть то момент когда ты по моему уже находился на отдыхе я только начал выступать это был 2000 дай бог памяти 7 или 6 год и первым моим тренером был андрей пугачёв я сейчас пользуюсь случаем хочу попросить про него прощения потому что мы лет наверное 8 не общаемся это было во время подготовки нервы у всех на пределе без углеводка мы от выступали и наверное я что-то не так сказал он не так вас принял и с тех пор мы просто вот не общаемся и мне очень стыдно я не знаю может быть это повод извиниться и андрюх если ты видишь я прошу прощение ну так вот возвращаясь когда он меня начал учить тренироваться а у меня старше было тогда больше 20 лет он всегда называл слово геркулесовская школа он тогда учил меня приседать жать а я уже был достаточно серьезно разве при этом он делал всегда одно и то же движением подставлял палец мои мышцы и вот так выше ниже сегодня это заменяет прибор называется электромиограф я знаю что вот действительно те кто вышли из школы геркулеса вы настолько мышечно скоординированы вот я хочу сегодня по эту историю саш несколько упражнений которые я бы предложил тебе на выбор вот свои пояснения локоток как чувствовать что в голове должно быть то и вот эта история давай знаешь мы немножко поправочку сделала я просто в то время тренировался в геркулесе это было то время когда пытались найти какие-то экспериментальные движения что-то еще но моя школа это та школа которая мне дал отец на тактильное ощущение тактильное ощущение для того чтобы попадать в целевую группу мышц ту которую ты тренируешь при всем при этом чтобы та группа мышц которую мы тренируем было только она в напряжении все остальные группы мышц были в расслабленном состоянии вот знаешь я думаю что мы пройдемся по кругу там начнем там жим лежа попробуем ухватить все мышцы до которые есть но грубо говоря у нас есть грудь плечи спина и на бицепс трицепс но немножко про ноги поговорим да заднее бедро интересно интересный момент о котором хотелось бы поговорить потому что очень большую ошибку которую допускает также очень хороший упражнение гиперэкстензия который бы тоже хотел бы разобрать ну и конечно поговорим о голени помнишь мы начали за я тогда уже да вот поэтому голень тоже зацепим это будет тоже интересно так что друзья мы разминаемся и готовым тренировкам поехали первое движение которое хотелось бы разобрать сегодня жим штанги под углом не будет наверное никаких очень умных слов будут только личные ощущения и в данном случае саша посмотрит на мою технику жимы даст свои рекомендации я думаю что вам будет тоже полезно причем не это не означает что моя рекомендация для стаса какая-то будет новая мы попытаемся улучшить то что он делает а он по своим ощущениям уже даст обратную связь это та техника с которой стас делает постоянно да и в принципе она с точки зрения теории и так как нужно делать упражнение она абсолютно правильно но есть маленькие особенности но стас давай немножко поставим давай значит смотри ты сейчас используешь только классические сжимовое состояние как нужно правильно опустить на какой в какую точку да и как правильно пожать а теперь давай попробуем сделаем таким образом что мы попробуем исключить трицепс сделать большую подвижность плечей спину максимально положим так чтобы не отрывалась от скамейки и движение снизу начинается от плеча и плюсом всего сейчас важно негативная фаза движения а не позитивная то есть я замедляю штангу в негативной фазе когда я пальцами буду трогать твою грудь я не хочу чтобы она расслаблялась не на секундочку а когда ты опускаешь она есть такой момент что она чуть расслабляется поэтому концентрацию движения ты делаешь постоянно я должен башкой думать об этом ты не думал башкой ты просто головой окунись вот там где мои пальцы и не нужно думать об этом человек просто чувствую максимально вниз вот держи напряжение держи 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 от плечей в хорош и до конца руки не дожимаем отлично вот до моих рук коснулся едва и вниз выдох без толчка без толчка без наш обратно без . отлично отлично меньше дожимает верху немножко лишнее вот так вот а теперь попробую к точке немножко назад отвести вот так чтобы растяжение было сильнее и то же самое ключи в во во вниз медленнее во внимание знаешь первое скажи укорочена амплитуда она пришла уже из профессионального бодибилдинга или ты уже те старые добрые времена уже отрабатывал частично плиту и это было сейчас какой-то педагогический момент который не подожди давай сначала свои ощущения расскажешь а потом мы разберем ощущения ну во первых конечно я немножко игнорирую негативную фазу знаем при этом а ее важность но по какой-то причине знаешь на уровне моторики я уже это называется ты привык я привык к обычному движению во первых для тебя важно будет то что быть по-новому всегда в тренировочном процессе интересно то что по-новому это правда это во первых во вторых как только ты сейчас я же тактильно не важно что ты делать до этого какого уровня ты спортсмен ты не имеет никакого значения вообще я по уровню начинаю смотреть то есть ну как бы сканирует в ощущения да есть электрические приборы до . моя задача чтобы достичь максимальный концентрируем напряжение жесткости когда ты начал делать вверху ты не можешь ее держать удерживать максимальную концентрацию не знаю то ли может быть не хватает из-за травмы может из еще не это правда пропадает и поэтому если она пропадает зачем делать лишнее вы должны целенаправленно держать максимальное напряжение то есть ты исповедуешь принцип постоянного напряжения то есть это прямо основополагающая и не шаг право не шаг влево все что делается иначе ты воспринимаешь или для тебя это не подходит или ты проверял это это сегодня я я вижу это на тебе потому что когда приходит другой спортсмен он может на прямых руках держать максимальную концентрацию а вот оно в чем дело то есть я сейчас подхожу еще раз говорю ребята это индивидуальный вид спорта да есть основные принципы но мы постараемся подойти к ощущению того чтобы улучшить то что у тебя есть улучшить каждого спортсмена который придет сюда я буду совершенно по-другому делать брак совершенно по-другому у меня немножко своя история то есть учитывая то что у меня искусственная связка мне движение чуть другое мне нужно грубо говоря немножко помочь плечу да поскольку связки свои нету и она армированная секция у меня другая техника немножко и здесь в других местах и в зависимости от того как есть в твоем случае сейчас дома поставь я постарался выжить из этого веса небольшой вес максимальная максимальную концентрацию что возможно вот история про чуть-чуть пошире локоть ты сейчас сделал мне замечание ну не замечание ты там подсказал как в твоем представлении правильно делать не кажется ли тебе что во время отведения руки назад ну в конкретном вот во время выполнения движения нагрузка в большей степени начинает приходится мне сложно ответить на вопрос надо сделать большее количество повторений чтобы понять знаю значит смотри что получается я сказал попробуй попробуй ты сейчас задумался потому что в голове в твои ты понимаешь что с точки зрения теории как прописано всех учебник это неправильно да чуть-чуть локоть должен быть прижат туловище чтобы движение было вдоль волокон понимаешь есть теория есть практика в теории есть одно но мы в практике всегда можем достичь более лучшего конкретный человек поэтому мы люди мы не роботы и мы ищем это не за счет что это было хорошо я просто хочу понять как тебе понравилось или не понравилось на уровне того что мы ограничили твой ход я вообще очень долгое время был сторонником укорочен амблитуды движения и основная идея заключалась именно в этом же принцип постоянного напряжения но как только я перестал себя циро ценить как спортсмен или как выступающий или как амбициозный скажем так моя сегодняшняя жизнь она строится из того что я хочу выглядеть неплохо я хочу иметь умеренную ну вот ту мощную массу которая мне удается поддерживать вообще не напрягает тогда ситуация очень просто просто четыре раза в неделю на приходить спортзал и что-то делать да ну мне интересно потому что у меня есть огромное количество моих подопечных учеников я конечно хочу что-то приобрести давай еще раз под что-то приобрести и давай еще раз подход ты давай а потом об этом ещё раз подавай спина максимально проезж Oh обязательно что поясница лежала то есть это уже обязать это ваш тоже вот прямо напряжата да и движение от плечей и раздая то что слово от плечей означает под плечи то есть ты опустил ты не руками же а ты сведя сначала плечи подаешь вперед Мы же напрягаем грудь от подвижности плечей, правильно? Мы не можем напрячь, когда плечо сзади, грудь, тяжело. Мы ее напрягаем тогда, когда плечо вверх подает вперед. Поэтому здесь то же самое. Вниз опустили, от плечей. Сначала плечи поднимаешь, потом руками додавливаешь. Не только не до конца. Я просто не понимал, что значит от плечей. Да, да, да. Не дожимай. До моих рук коснись и обратно. Не прожимай мои руки. Едва коснуться надо. И обратно. Опять прожжал чуть-чуть. Прожжал. Во. Выше не поднимай. Выдох. Монотоний. Вниз опускаемедленнее. Ага. Еще. А теперь с работы, поработаем. Я тебе помогаю, чтобы не снизить лыжем. Выдох. Выдох. Опа. А я думаю, приход-то был неплохой, братан. Вот эта история с движением плечами. Я сейчас... Мне нужно будет переспать с этой мыслью. Подумать. Переспи. Вот. Но по ощущениям я никогда так не делал. Но как ты с чувствуешь? Я никогда так не делал. Потому что движение... Вот первая фаза движения, когда ты начинаешь подавать плечами. Да. А... Друг... Знаешь, как это самое? По-другому. Я знаю. Интересные ощущения, друзья. Пока не готов сделать такое окончательно. Но то, что это иначе, и то, что это крайне внутримышечно интересное ощущение, это абсолютно однозначно. Для того, чтобы посмотреть эффект, мне просто интересно. Я сейчас ничего менять не буду в своем тренировочном плане. Просто попытаюсь изменить технику движения. Потому что у меня всего два движения, на самом деле. Жим штанга лежит горизонтально, жим штанга лежит по другому. При горизонтальном жиме те же самые рекомендации. Смотри, все очень просто. Чтобы работала грудь, это усилие плеча вперед. По-другому не получится. И если мы посмотрим профессионалов, которые мы смотрим, они используют читинг, когда закинем все. Они постоянно держат движение в целевой группе мышц. И поэтому, когда новичок смотрит, он вроде смотрит, да он же так делает, он раскачивает, использует инерцию. Только профессионал использует инерцию для того, чтобы поднять максимальный вес и удержать ее на целевой группе мышц. А не для того, чтобы создать просто инерцию, чтобы закинуть ее. Да, соглашусь, да. Специально не вникаю в анатомию биомеханику. Потому что она начинает мне трактовать обратную сторону. Она да. А я иду через чувства и ощущения. Мой тренировочный процесс, если вот мы с тобой начали работать, ты готовишься на Fortnite. Я всегда буду говорить, Стас, давай попробуем, что ты чувствуешь. У меня всегда будет приходить, давай попробуем, что ты чувствуешь. Давай попробуем, что ты чувствуешь. Давай попробуем, что ты чувствуешь. И будь так постоянно. Как ты поспал, как твое ощущение? Я заставляю твою голову проникнуть в тело. А не твоей головой черпать информацию от кого-то. то есть иными словами если у тебя 10 учеников физических и в зависимости от их ощущения раз по метре вот смотри 10 сад даже техника выполнения может быть так смотри 10 учеников я с одним работаю просто мне на стать что он делает важно что не в башке он просто нервничал и переживает я пытаюсь его разновесить и если у него равновесим ему нет смысла ходить за то есть ты на полном серьезе на своих учеников настраиваешь вот у него геморрой на работе а геморроев часа многих давай поговорим об этом чтобы он уже пошел на тренировку без геморрой на работе а вот на что он склонит травму то есть когда-то не внимателен когда тебя голова находится где-то там и это касается не только профессионалов и любителей давай так мы с тобой мужики у тебя и жена дети есть до . 20 . 20 до представим ты готовишься к соревнованиям у тебя дома идея офигенная как ты приходишь на тренировку я офигенно хорошим офигенно я писать ты дочка что-то обучивающего женой поругался все как так и было тренировок но жопа 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 и более того моменты очень сильно уязвим потому что твои мысли сука не здесь твои мысли там блять и ты не можешь настроиться как бы ты-то сегодня обманывая сила воли бред сивы кобылы должен быть полностью проникших процессом или японский переключатель что дается очень маленькому количеству людей хорошо в твоей карьере были подготовки турнирам когда ты не мог выключить голову ну были же проблемы наверняка с близкими всегда умудрился знаешь как все просто четырнадцатом году у меня родились двойняшки представляешь единочная готовится двойняшки жена как ты думаешь кому я пошел спросить разрешение подготовки к тещу потому что именно теща может помочь моей жене среди детьми потому что реально только я-то ночью должен спать они ночью получили начать орать их кормить надо поэтому была задача принять так мам подстрахуй пожалуйста наташу мы возьмем нянечку нянечка будет днем наташа с ними ночью я должен спать я готовлюсь вопрос был закрыт никто никому нервы не трепал мы видели подготовился форма была сделана 6 месяцев точно так же когда к европе готовился и выключить вот эти соревнования гердиозные мы с наташей жили единым по поводу моей подготовки то есть была договоренность достигнута и никто не противоречил мы жили одной целью это важно это очень важно стас я прекрасно понимаю просто не всех получается с японским переключателем отработать у всех ситуаций японский переключатель это действительно мало у кого вопрос отношений мы должны выставить отношения отношения не только в зале понимаешь зал качалка это это верхушка айсберга что у нас фундамент такой где у нас фундамент какой мы человек какой я человек понимаешь тело это оболочка важно какой-то внутри что у тебя изнутри есть клиенты физически с которым ты отказывался работать в силу того что ну никак вот не получается за чаще всего происходит тогда когда начинает мне очень много примера приводить из интернета а я слышала а вот это то и он начинает очень много я бы подожди давай сделаем таким образом я сразу говорю правила игры который мы работаем я не господь бог и я не знаю сразу говорю что я не знаю что тебе нужно и мы все не пришли и я не знаю как тебе тренироваться стас допустим ты мой клиент я говорю давай попробую давай найдем оптимальные моменты я могу по сканирую фотографию когда онлайн виду фотографии да он говорит цели я бы делать нужно то-то то-то если гормона гормоны сдает кровь если выполнять результат не заставить себя ждать в 90 процентов случаев если в голове все в порядке если он псих ситуация может меняться потому что на момент сдачи анализов одна заставляющая была а когда он понесет совершенно другая если психика неуравновешенно начинается жопа ты начинаешь с ним разговаривать и искать первым причинам давай найдем и вот этот процесс он долг но когда обратно прилетает а я читал это а вот это то или делает от себя темного дружище все нет потому что мне не то что важно что человек заплатить деньги не важен сам процесс и результат деньги это он только он включается до деньги он платит за мое время но вознаграждение мое это результат проделанная работа тогда мне интересно ну это прямо позиция поэтому понимаешь если спортсмен тренируется мы можем просто сразу определить саж мне просто нужно чтобы я готов тебе платить деньги мне нужно что-то мне просто финал иначе без тебя в зал не пойдет у нас есть такая договоренность окей это стоит только то я трачу тебя время для почем и время которой я отнимаю своих детей сейчас как сам 10 раз на тяга широким хватом сверху да все поехали в принципе по учебнику осталось делать абсолютно правильно какие хорошие давай немножко и давай вспомним тот принцип опять же движение начинается от плеч позитивно фазы когда я начинаю тянуть ты начинаешь смотреть движение самом то есть мы грубо говоря мы начинаем начинаем тянуть да да они все а мы теперь построим так до конца руки не выпрямляем а мы держим чуть согнуты а движение начинается от плечей вот это движение лопатки будет это да и вот когда ты достиг максимально все ты не может и начать руками не руками а наоборот по за счет рук стараться еще сильнее их вниз затянуть и то же самое обратно тоже плечи вначале руки потом вытягиваются да потом опять плечи когда все достигли руки не надо выпрямлять иначе на связку попадает и вот это движение на площадь очень которая энергоемкая затрагивание нужно ненужное вообще напрочь вот движение должно быть и сильно назад не отклоняйся будем сеть ровно и тянуть то есть если взять и просто разбить это движение на два то первая часть движения это чуть-чуть согнутой руки но вытянут лопаты опуск опускаю плечи вниз и потом скажем вам наш дорабатываешь как у нас есть такое движение когда мы спину чтобы сильно было на только то же самое только здесь сделать тоже сам попробую тоже самое вообще я в целом пытаюсь так сделать но я со стороны я возможно сделать это кажется не совсем так и нет конец руки я да немножко назад вот то есть 1 по задвижению да только она монотоний а потом в нижней фазе ты начинаешь плечи обратно вот эти вот они здесь а теперь сделаем по-другому вверх вверх растягивая стягивая стягивай и теперь по лопатками постарайся вот сюда и завести да поехали лопатки сюда и сильнее вниз вот туда сокращающий сильнее туда вон еще сильнее вниз без рыха монотонно сильнее вот туда что заехал аж так и заезжает о себе где потом всегда внизу еще еще чемпион давай еще а негативная фаза держать негативную опа суши вот что так вот 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 сюда вот вот сейчас вот 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 эта часть да конечно да я признаться я никогда не попадал не по крайней мере так обрати внимание что но если посмотришь мои фотографии чемпионата европы да когда она очень глубокая ты вот именно вот это дает то есть многие спортсмены получают большую спину но двойнике на гладкая именно поэтому то есть вот это периферии не хватает из рыбовидной низа трапециевидных конечно конечно не хватает именно когда тренируются вот этой подвижности плеч потому что только вот подвижный плеч на работе мышцы груди и спины и еще немножко интересно жиме из-за головы или перед собой то же самое в дельце волках на самом деле это вот подобная манера техника выполнения она относится к любому весу то есть что-то на 6 повторение делаю на 15 просто сначала когда это тебе непривычно веса очень сильно упадут вниз я участвую вес не вес но я честно говоря рычал то не потому что мне казалось это уместно тебе в конце реально тяжело тебя именно целевое то есть видно что такая работа и ты знаешь бицепс практически не включался то есть я старался это очень потому что все это плеч и не тянешь руками то что забыл чтобы голове в твоей вот в этот момент как как ты проговариваешь вот сам себе как-то учился родной когда я с тобой работали когда про себя про себя когда ты учился я правильно понимаю то есть батя человек который который стал точно также говорился плечи опускаем опускаем русская я тебе говорю да давай чемпионом не говоря он еще матом не поэтому я учился так но все все грамотно очень все круто него вот эта координация она каким-то опытным путем была приобретена во-первых опытом опыт очень и понимаешь я не знаю он вообще у меня практик то есть они практически про него ничего не знаю вообще если не секрет он очень много читал энциклопедии шварценеги сколько мы сейчас лет 53 года почитаем ну на 19 лет старше меня стало быть ему будет мне 49 будет ему будет 660 ух ты будет как форму него лучше сейчас он всю форму отдает верхом на лошади его мечта была и сейчас вы конечно фанатеи он выступал когда на восемь седьмом году восемь седьмом и последний раз наступал восемьдесят восьмом какая-то мари был плюс 90 он занял третье место и 2 город всего два я не жду я помню он еще в молодости выступал в поле не ездили несколько турниров было на этого я не помню этого я не видел а вот 87 88 я буду на этих соревнованиях он выступал еще знаешь это французская мелодия вояж двояж по двое шоешь он дал делать дизайнерс до двойной бизнес сзади блин и вообще все аплодировали было так круто вот так вот и потом когда ты стал расти он собственно перенес все свои практически знания очень много поменялось потому что техника его как он делает упражнение как я мы совершенно разные я бывает папа тоже понимаешь здесь очень важно вот если я сейчас начну готовиться к соревнованиям мне нужно найти такого человека как папа который будет поднимать как подстраховать как почувствовать как направить потому что и но раз мы люди мы немножко можем себе разводить понимаешь да где-то не попадать где-то а взгляд со стороны сюда лучше или зеркало который ты видишь ты можешь манипулировать собой то есть тебе нужен тренер если бы сейчас искал я хочу готова наверное психологически да потому что тренер это всегда больше ответственность у каждого профессионального спортсмену есть тренер под тренировкам ты но особенно на топе своей карьеры ты тренировался один не уже то есть тебе нам нужен напарник напарник вот это можно вообще он нужен конечно нужен потому что плюс два повторения никто не всегда я сейчас я помогал ты считаешь что работа до отказа тебе понравилось сейчас да это моя стиль я работаю до отказа как могу ну вот подожди а если меня родим не было так сделал так нет не сделал поэтому я у меня есть клиенты как это не вот есть же часть клиентов которые которые мне нужно чтобы ты рядом был у меня есть клиент который с нас мне просто нужно помогать я всегда выполняю на два три повторяем больше только потому что ты находишься рядом я тебе уверяю если мы с тобой дышим в одну сторону мы друг друга будем дополнять мы нужны друг другом тренировки то есть тренировочный партнер это прямо вот очень важный момент это очень круто во первых понимаешь он всегда можете подбодрить потому что когда ты идешь на максимальный я на максимальный веса тоже ходил и это тоже нужно делать где-то нужно давай снять вес быстро то это сделать конечно скинуть где-то страховать и туда плюсом я очень люблю когда снимает избыточную то есть моя помощь заключается не в том что человек начинает корячиться лишь бы сам помачивать и пальцем нет вот задал темп движения там движение до последнего повторения зависит от того тяжело то есть грубо ты вот начал жать помнишь чтобы груди почему папашок релик такой у тебя силы уходят а я тебе снимаю избыточный чтоб ты технику не нарушил логика ясна чтобы целевую группу мышц осталось напряжение и ты начинаешь работать я тебе избыточный вес снимает то же самое как сброс веса только я вот здесь снимаю снимая снимать и понимая когда уже все дошло до придет хватит я это чувствую тоже дедом добра ну конечно с опытом для себя я определю когда мне хватит то есть как только начинает например сейчас уже руки я ставлю то есть ты отказом считаешь то что действительно так и есть не невозможность когда ты невозможность перемещать снаряда отсутствие а когда начинает нарушаться технику выполнения движения фальди работы целевой мышечной группы автоматически прекращает мы сейчас нам еще с тобой это делали и хватит я сказал тогда как начнешь уже корячиться и собьешься с того о чем поговорили это уже не нужно делать вот на плоскость и постарайся локти назад не уводить вот но ровно они был перпендикулярно полу ходит в отличие не уводи назад так будет еще лучше но не уводи назад просто лопатки снова поехали вот сильнее вот что вот вверху сейчас опять сместил нижней фазе плечи поднимая вверх плечи вниз вниз вот можешь не доводить до подбородка хорош вот это движение когда ты руки на плечи положила немножко направил до меня знаешь такое ощущение что я что трапециевидный на низу елка аж заранда а у тебя получается какой момент во первых очень важно когда вниз ты делаешь у тебя суда у тебя плечи то есть ты сначала плечами тянул 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 потом стало тяжело тебе нужно тянуть и делаешь вот так честно говоря это печально если я так делаю да да это есть я просто показать и наглядно но я плечи внизу поэтому если у тебя уже все ты понимаешь до конца ты довел вот довел до конца хватит не надо суда тянуть дальше если или вес например то есть движение должно быть максимально сокращение здесь ни в коем случае не так абсолютно точно очень наглядно мы это не замечаем когда мы сами делаем поэтому должен ты может это вот ты понимаешь что это в принципе не надо так делать ну ты так делаешь согласен поэтому здесь пример напарника и есть и ты принципе понимаешь чем когда эти начинаю направлять не концентрируешь ты смотришь на мои самоощущения то есть я тебе помогаю потом ты начинаешь чувствовать и тебе кайф от которого мы все тащимся почему мы занимаемся отжимания брусь давай давай тобой попробуем на эту историю поработать по-другому это твоя отжимая да отожмись как ты отжимаешься на 30 ранее на грудную мышцу но на 30 мы здесь же отожмется по-другому давай на эти же стойко хорошо отлично смотреть давай сделаем так но мы прекрасно понимаем что чтобы работала нижний мы для нижней части и в принципе все правильно с точки зрения логики все это вес повешен все хорошо но опять же не хватает подачи плеч я вот сейчас уже когда делал в одном из повторений я думал сейчас ты мне скажешь что опять же нету движения плеча чем хорошо шведская стенка смотри очень хорошее упражнение у кого есть в залах именно шведская стенка вот такие вот здесь немножко не коротковато нужно повыше папу то есть подлиннее чуть-чуть да смотри если самим не хватает силы концентрирует то есть у нас как подача должна быть таз назад грудь вперед но я сейчас просто буду объяснять можно поставить ноги видишь сюда таз искусственно вывести назад вниз проваливается максимально растягиваем и ход идет не от рук а вот плечей снизу а вот движение плечами сделай город только его одно вот вот и грудь при этом вперед я ее растяну максимально вот и потом но но а сейчас попробую ты знаешь точно так же да а если так и буду делать знаешь я в свое время я попробую на уровне аналогии я во многих виды спорта ничего не понимаю ну как я как как обычно там смотрю телевизор но например приходя на грибной канал просто виде как или на горнолыжный склон там где непонятно то есть сейчас мог в модном а вот вот все вот прямо вот модель мази модно раньше было понятно но этот нами на ркрутой но человек встает на лыжи и ты понимаешь вот я ничего не понимаю в технике и то что он красиво спускается красиво всегда правильно я просто чему говорю что тут сейчас делал вот даже не понимая ничего никто не зайдет человек который не понимаете ну здоровый здоровый господи вообще но вот то что сейчас сделал было с точки зрения эстетики это было красиво это не было коряво это в 14 я начал серьезно заниматься перерыв был сейчас на 40 году понимаешь ну да если бы столько времени я спускался с горта был здорово вот растянул максимально да и отличие плеча что движение вот это плеч и грудь вперед плечи под плеч чтобы завалил до провалил и напрягивайтесь найдись вот вот грудь вперед о не вовнутрь не сгибать оставлять их до верху вот нижней час ногами себя помогать что и назад не уходи вот так и вот получается суда заход пошел сюда сейчас отдохну еще раздел сейчас минут перешко статуре что смотри сутулись немножко у тебя хочется зажаться уйти вовнутрь вот так не надо вот будь тебя впереди то есть у тебя как бы подача как назад грудь вперед ты опустился максимально вниз растянулся растянулся вот растянул и вот это он получается не руками давишь а плечами видно что грудь скажешь казалось бы ну куда движение то в общем то не сильно сложно смотри сколько нюансов конечно пока отдыхают скажи вот когда ты смотришь на во-первых ты же наверняка имел возможность тренироваться на одной территории в одновременно с какими-то американскими профессионалами дэнисом sky green а мы тренировались вместе вот с точки зрения визуальной техники есть у тебя ощущение что они какие-то в этом смысле настолько же замечательно выполняют или что-то тебе показалось корявым у каждого своя техника когда-то еще просит у катлера по-моему спросили была такая фраза могу ошибаться но по-моему он сказал вы знаете вот у вас в этом движении техника далека от классическая слазать и как я могу себе это позволит потому что именно так я эту эту мышцу или этому или эти мышцы чувствую гораздо лучше соответственно для меня это более более эффективно смотри давай мы немножко сделаем поправку мы говорим про тренировочный процесс на фармакологии или без фармакологии отличается технику выполнения на фармакологии тебе ты можешь просто накинуть такой знаешь мышечный буфер тебя сегодня раздуло на фарме фарма ушла тебя обратно сдуло а если мышцы будут наработанные но я сегодня без фарма друг мы 122 123 я держусь моя рука 54 она осталась это наработанные мышцы наработанные с помощью концентрации а вот тогда когда помнишь ты сильно потерял весе когда закончим лет брат и я занимался гонками на ты вообще не понимал что вообще не ходил за я вообще мне интересно было ехать я не ходил за вообще то есть в твоем ну как бы если бы вот этот длительный восьмилетний перерыв сочетался бы ну с регулярными трехразовыми занятиями рука то 48 все-таки осталось всегда была между 48 то есть это даже при условии что ты все что тяжелее там чайную столовые ложки автомобильного руля нет и худо-бедно 93 килограмма я весил скажи а вот ты генетически считаешь себя не одарен не одарен широкая талия очень сильно и очень широкая талия детские фотографии такой прямой такой у меня нет такой эстетики знаешь смотришь там великих там атлетов того же самого ну я не знаю получить пример привести то есть какая-то хоть очертание меня широкие тазовые кости за счет этих тазовых костей пришлось делать такие большие ноги и много делали уделяли внимание то есть папа заставлял меня много выпрямлять когда я был маленький еще нельзя было поседать там или там семь было я приходил в зал с ним и там вместо того же тренироваться в машинке играл по залу пока он тренировался заставлял мне 45 подходов выпрямлять ноги в деревне летом я очень много путем велосипед очень много вот и тогда я помню в третьем классе я травмировал колено разорвал наложили гипс и вот эта нога очень сильно похудела а это была такая здоровая и уже в то время вот такой уже плешь бы появлялся потому что наработано было когда нога вот это ну грубо говоря похудела так отстала я думаю сейчас она остановится нифига это похудела под эту ногу а сила был сильным дружище 350 я приседал я имею ввиду в подростковом в зрелом возрасте да то есть ты был среди грани если мы говорим в школе в школе то в шестом классе я ни разу не подтягивался а в седьмом классе я уже подтягивался 7 7 или 8 раз понимаешь да то есть я не обладал такой силы это силы все доработаны предплечье всегда были такими большими силы тоже эта история которая меня папина друзья просто развели есть такой знаешь тренажер который на крутой как я его люблю как вам не нравится да и в раздевалке у папы там ну как бы стоял и один раз ну я там что-то что-то мы сунул и там дядь серёжа дошел попробовал со мной но типа мне проиграл чуть-чуть не дотянул потом будет ничего я потренируюсь завтра я говорю тебе сделаю но он как бы сделал я такой нифига я выиграю и я увлёкся этой истории я увлёкся так что потом уже не надо было поддаваться я уже там свои там 17 лет реальная всех там накручивал и что самое интересное я никогда не занимался стягами никогда да только становая тяга когда вот я сразу широкий я там 340 свои тяну так я их тянул бестяк в таком хватит 280 я мог держать 280 рекорд я мог штангу держать без к я почему спросил потому что я помню одном из каких-то мероприятий кто-то ходил и давал зажать эспандер я уж не помню такого номера у меня не получилось прямо ну крепко не получилось игроков получилось то мне хоть интерес в этом он цыпленков я гону это понятно 2 федор фигурда ладно то есть где два человека которые умудрились замкнуть его но цыпленков это его хлеб он в общем работает конечно это было удивить тренировки особенно когда спину очень сильно выносливости разки мы качали от суперсетах с большими весами там конечно предплечь она такой дальше так ну что я готов так еще раз глубоко плечи сюда не уводи назад их может быть не просто все таки меня не подожди расставить давай исходное положение ноги поставь и я хочу чтобы ты сразу же исходное положение вверху грудь вперед вот вот таз назад да да таз назад вот из этой пары сильно растягивается и от плеч не вовнутрь а грудь впереди остается и вверх смотри вверх грудь не назад ты можешь ногами себе помогать вот сюда в одной плотности но ногами себе помогай снимай нагрузку или нажимаешь только грудь напрягаешь здесь можно по-другому и по-другому чем я делаю мне нужно единство что мне немножко не хватает зеркала чтобы я видел да потому что мне вот это ощущение мне мне кажется что я грудь подай вперед но после того как ты поправляешь я понимаю что грудь вперед у меня пошла ты когда раскрываешься прямо это чувствует у тебя даже наливается красно да да она помнишь да иногда когда особенно хорошие особенно жир и когда мало синие такие ноги сосудики оставать теперь по поводу 30 давай интересность в органе дешевле обещал да но мы это упражнение делаю всегда в конце не знаю видел ты его не видел моих видео все очень просто глаза должны остаться на уровне охвата всегда ставить то есть голова не по должна ни сюда уходить не вперед и из этого положения задача локтями дотянуться до пола подожди этот ты называешь отжимания на 30 интересно оно где-то напоминает французский жим на каких-то но она знает французский жим отдыхает мы его делаем всегда в заключении поставки покачали забыть сейчас мы его сделаем первым а вообще по идее вы хорошо идет об третьем упражнении а сколько вообще в твои тренировки в неделю сколько упражнений ты делаешь вот и вот сейчас когда ты тренируешь три раза в неделю примерно сейчас четыре раза одна группа мышц в неделю ты какой-то сплит по 2 мышечную группу за внутри всегда так тренировался самое оптимальное это я уже по-разному попробовал есть просто оптимальный мышца сгибатель-разгибатель уходит на разный промежуток времени забрали перерыв был между ними и большая группа мышц маленькой группы мышцы сочетаются и как выглядит если смотреть говорить грудь бицепс первый день плечи заднее бедро второй день перерыв спина трицепс и 4 квадрить заднее бедро тренируется с голенью теперь смотри внимание мы покачали грудь поработал тридцать то есть ты немножко на гоняушке за поезд он не готов к нагрузке но бицепс не был задействован он готов к нагрузке то есть ты рад уже за именно полное восстановление максимально возможно да и потому что приходить на тренировку если уже есть будет источник особенно мне нужно у тебя идет третьим днем насколько я понял соответственно с первого до третьего дня бицепс который косвенно участвовал точнее напрямую был задействован к четвергу словно на руки у нас получается две тренировки одна тяжелая дуга лёгко на тяжелую дуга лёгко и для рук это нормально потому что руки принимают ну они быстрее устанавливаются ну ты знал на 30 быстрее становится чем-то многие там или грудь может чем больше мышцы тем больше травматика и более даже не в этом дело руки постоянно задействовать нашей жизни но уперлись трицепс мы подняли что-то схватили у нас руки всегда задействовать так же как и голень а вот голень отдельная история это такая группа мышц которая мы ее можем так задеть что она хреневая помнишь когда мы начали мы сейчас да 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 ну что давай попробуем я тебе сразу скажу далеко ножки не отставляй и поставь их пошире чтобы не было сюрпиза сейчас да локти вниз и вверх надо и и вверх поднимайся вверх не назад вверх вверх вот туда да journal получает даже многие ближе потому что очень тяжело ноги ближе шире глаза на уровне вот так вот и вверх охту вот 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 она и не понимаю как это сделать последнее упражнение взять итог что показал прям тяжелоダно а поэтому ты дозируешь нагрузку ногами чем ближе но чего поставишь тем меньше нагрузка то есть самое тяжелое покажу самое тяжелое это когда мы делаем с прямой но я сейчас без разминки но тем не менее тема когда вот так вот это самое тяжелое сюда и вверх сюда и вверх вот это самая легкая будет с этого можно начинать вот буквально но важно чтобы глаза были всегда надо я очень внимательно сама и локти в сторону не изъезжается они баба это разгибание руки в локт должно быть а классически отжимания от брусьев да я вообще у меня до сих пор я не знаю то есть конечно ну во первых новая траектория всегда в классике я я люблю все изолированы на теле в группу за отжимания от брусьев там и грудь работает там и плечи там и спина там очень много чего арсенал упражнений у тебя например на грудные меняется а